На территории Тамбовской области действует около 20 волонтёрских отрядов системы среднего профессионального образования. Все они уже не первый год оказывают помощь людям пожилого возраста, ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Проект «Подарить тепло и свет тому, кто в этом нуждается» приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы сделает эту работу ещё эффективнее. У нас работа эта велась давно, но она была разрознена. И этот проект позволит систематизировать все направления деятельности в работе волонтёрских отрядов системы среднего профессионального образования. И основной такой лозунг, девиз – делай добро вместе с нами. И мы приглашаем и призываем всех делать добрые дела. В рамках проекта планируется проведение уроков мужества, оказания всесторонней помощи ветеранам благоустройства воинских захоронений и сохранения исторической памяти. Мы поедем в экспедицию в Ленинградскую область. Там мы будем участвовать в раскопках участников Великой Отечественной войны. Мы устанавливаем их личность. Если находим родственников где-то, мы отправляем их останки на их малую родину. Отдаём жетоны, медали, всё, что есть. Большое внимание уделят и поддержанию здоровья. Более опытные волонтёры уже показывают новичкам, как правильно заниматься физкультурой с людьми пожилого возраста, учитывая возрастные особенности их организма. Будем проводить утренние зарядки, утренние гимнастики на свежем воздухе и также в фитнес-центрах у нас будут работать такие же волонтёры и проводить с ними фитнес-подготовку. Направлений множество, но всех объединяет одно. Старшее и молодое поколение будет активно взаимодействовать, а этому в Управлении образований и науки Тамбовской области уделяют особое внимание. Именно благодаря этим акциям волонтёрским, когда мы вместе что-то творим, мы вместе занимаемся спортом, мы вместе пополняем, изучаем историю нашего края, историю нашей страны, происходит как раз передача этой исторической памяти от одного поколения к другому. Важность такого подхода подчеркнули и многочисленные мастер-классы, организованные в честь запуска проекта. Совместное участие в них приняли и школьники, и граждане пожилого возраста. День открытия выдался по-настоящему интересным и праздничным. Взрослые и дети принялись осваивать технику декупажа. В конце у них должны получиться вот такие красивые изделия. Проект только стартовал, но к нему уже присоединились более 4,5 тысяч волонтёров и система среднего профессионального образования. И количество ребят, желающих приобщиться к культуре добровольчества, будет только расти. Вместе они смогут окружить теплом и заботой каждого, кто в этом нуждается. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Мария Шумейкина, Николай Иванов.